Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Михаил Атаманов Искажающая реальность Введение Далекие планы Планета Урни-2 Историческая прародина Мейлонской расы Звездный город Столица Союза Мейлонских Прайдов Западный храм памяти Великой Первой Самки Все правители в сборе, можно начинать собрание Шепнула своей задумавшейся хозяйке служанка-помощница И, закончив расчесывать великолепную снежно-белую шерсть Великой Проповедницы, собрала инструменты и шустро удалилась Амиру Умаяу своей мудростью и безукоризненной женской красотой, олицетворявшая для сородичей воплощение Великой Первой Самки Мейлонцев, неторопливо и с достоинством встала со своего кресла. Мейлонка внимательно обвела взглядом традиционное место собрания правителей, дабы лично убедиться, что все 27 светящихся голограмм участников проявились на положенных местах по периметру круглой площадки. Да, все участники собрания правителей оказались на месте Уважаемые главы прайдов, я инициировал это собрание для обсуждения двух важных тем, напрямую затрагивающих интересы нашей мейлонской расы Хорошо поставленным голосом опытного оратора начала свое выступление Амиру Умаяу Прежде всего, я по официальным дипломатическим каналам получила послание от лидеров воюющих с нами Мелиефатов По своей сути, послание представляет из себя ультиматум, густо замешанный на угрозах Свора Мелиефатов сообщает, что сворачивает космическую экспансию по всем направлениям И перебрасывает боевые звездолеты в зону военного конфликта с расами мейлонцев и Гекхо Великая проповедница расслышала удивленные возгласы собравшихся Да, случилось нечто действительно невероятное Впервые за всю известную расе мейлонцев историю свора Мелиефатов Прекращала звездную экспансию и возвращала свой основной боевой флот с границ неисследованного космоса Чтобы разобраться с возникшими глубоко в тылу проблемами А ведь бесконечное расширение территории и покорение все новых и новых рас Чьи живые и производственные ресурсы вливались в свору Было самой сутью и философиями Мелиефатов И потому должно было произойти нечто действительно невероятное Чтобы жуткие многоногие космические захватчики изменили своим вековым традициям Неужели наши военные переусердствовали и своими недавними громкими победами Нанесли древнему врагу неприемлемый урон? Предположила Айви Умау Белоснежная грациозная мейлонка Самая молодая из трех ныне живущих воплощений великой первой самки Насколько знаю, нет Война велась строго по утвержденному нашими стратегами плану Вступила в беседу командующая 4-м звездным флотом Популярнейшая в войсках воительница Кисимяу Воспользовавшись тем Что все находящиеся в ближайших секторах космоса силы своры крепко сцепились с Гекхо Все четыре наших флота внезапно вступили в войну Первый флот без особого сопротивления захватил 20 милифатских станций и планет в своей зоне ответственности Второй флот взял 16 Третий – 22 Мой отобрал у своры еще 33 станции Для своры милифатов, контролирующей 40% известного нам космоса И владеющей тысячами звездных систем Такие потери территорий неприятные, но вовсе не критичные Допоставленной нашими аналитиками и прорицателями красной черты в 130 обитаемых планет и станций После пересечения которой ожидалось повышенное внимание своры к нашему союзу мейлонских прайдов Оставался еще какой-то запас Видимо, реальная причина возвращения главного флота своры милифатов кроется совсем в другом Есть у кого-нибудь из собравшихся предположения? Великая проповедница даже залюбовалась выступлением командующей 4-м звездным флотом Растет Кисси Мяу И как оратор, и как мудрый стратег, и как умелая командующая флотом Да и как правительница одного из сильнейших мейлонских прайдов Вроде совсем недавно, еще юная и наивная Ничем кроме выдающейся внешности и непомерных амбиций не отличавшаяся Сейчас Кисси стала опытным политиком Недавнее получение ею статуса кунг в игре «Искажающая реальность» Подтверждала эти наблюдения Еще бы решила эта молодая самка проблему бушующих гормонов Умерила свою любвеобильность, о которой судачат по всей галактике И разобралась со своими бесчисленными самцами-ухажерами Глядишь, и доросла бы тогда кунг Кисси Мяу да Кронго Единой полновластной правительницы всей мейлонской расы А между тем на заданный командующий вопрос поступил осторожный ответ немолодого Тирмяуса Мудрого главы службы мейлонских архивов Возможно, истинной причиной возвращения главных флотов мелиефатов Служат понесенные ими тяжелые потери Ходили слухи о тотальном разгроме своры в скоплении Айсар три тонга назад Это уже не слухи, поспешила вклиниться в обсуждение великая проповедница Данное, вызывавшее множество вопросов, информация полностью подтвердилась В переданной нашим глубоко внедренным агентам посылке Содержащей информацию о подробном состоянии дел в своре мелиефатов Нашли сведения о грандиозном проигранном мелиефатами сражении В звездной системе скопления Айсар три тонга назад А также о не менее жутком разгроме своры мелиефатов при попытке повторной атаки Известно ли, кто сумел остановить победную поступчили нестоногих захватчиков? Вопрос принадлежал командующему первым звездным флотом Амиру Умаяу и сама могла бы ответить Но переадресовала вопрос обычно молчаливому, но наиболее информированному О состоянии дел в далеком космосе главе мейлонской разведки Кунг Вау Мяу Седой мейлонец, известный своей нелюбовью к публичным выступлениям, недовольно встопорчил усы, но все же дал собравшимся правителям подробный ответ Да, известно, это сделали люди Еще одна ранее нам неизвестная ветвь этой рассыпанной по всей вселенной расы Информации на самом деле крайне мало До нас дошло лишь имя, командующий флотом Распылившим на атомы звездную армаду своры мелиефатов Человеческая женщина-адмирал Николь Тонцавойя Известны еще титул и имя правителя тех людей Император Георг Первый Хотя эта информация требует дополнительного подтверждения Так или иначе, лидеры своры серьезно напуганы встречей со столь грозной силой И прекратили все активные операции по тому вектору наступления И всем соседним секторам Оставшиеся в строю корабли мелиефатов отозваны с границы И переброшены на другие направления В том числе на текущую войну с союзами илонских прайдов и расы Гекхо Наступило долгое молчание Все присутствующие прекрасно понимали Что даже в сильно ослабленном после понесенных потерь состоянии Основной флот своры мелиефатов представляет из себя очень и очень грозную силу Появление же многотысячной армады звездолетов противника На местном театре военных действий разом поменяет баланс сил Легкая скоротечная война, какой она пока что выглядела для союза мейлонских прайдов Разом превратится в кровавую бойню В которой сойдутся многотысячные флотилии звездолетов А на кону, возможно, будет стоять даже само выживание мейлонской расы Допускать такого никто не хочет